Слава Господу, братья и сестры! Знаете, когда я только начал посещать служение, у меня сложилось такое впечатление было, что каждый раз постоянно на всякое служение готовится программа. И, скажем так, проповедник договаривается с группой прославления, или говорит с группой прославления, о чем он будет проповедовать, или первый проповедник со вторым проповедником, и таким образом слаживается общая тема вообще всего служения. И только через некоторое время я узнал и понял, что на самом деле Бог руководит служением, и никто не готовится, друг с другом не договариваются, но, тем не менее, все слажено четко и прослеживается какая-то тематика. И даже в этом наша вера укрепляется, когда Бог таким вот образом действует. И сегодня я хочу поговорить на тему об уповании, на что же мы уповаем о своей жизни. Я хочу начать с книги пророка Исаия. Это будет основной стих, 64 глава, Порок Исаия, 64 глава, 7 стих. «И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». И когда мы читаем Новый Завет, то мы с вами видим о том, что даже Петр пишет в своем послании, говорит, что не желает Бог, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Не хочет Бог, чтобы мы погибли. Даже Исаия сегодня говорит, сейчас говорит в этом стихе о том, что как бы Бог сокрыл Своё лицо и чтобы оставил нас на погибание, но тем не менее это образное выражение, но Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Что же на самом деле подвизает или подталкивает человека Божьего, верующего человека и вообще людей к тому, чтобы они шли к этому погибанию, к тому, чтобы они перестали призывать того, который хочет, чтобы его призывали. Что же приводит к тому, чтобы люди отпускают и перестают держаться за того, за которого они должны держаться, за которого они вроде взяли свое время, но в какой-то момент они его отпустили. И приходит в их жизнь вот это поражение, и люди начинают погибать от своих беззаконий. Я хочу прочесть из 2-го Парапимнон, или книга летописей, 26-я глава. Вторая книга летописей, 26-я глава. Так проще выговаривать. Я буду читать практически всю главу. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Ильяв и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери у ее Хола из Иерусалима, и делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, получавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, поспешивствовал ему Бог. И вон вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Евнея, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян, и против аравитян, живущих в Гурваале, и против монетян. И давали монетяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их, и построил башни в пустыне, и исек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников, на горах, и на Кормиле, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившим на войну отрядами, по счету списка их составленного рукой Илеала Песца и Моасея Надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число главпоколений из храбрых воинов было 2600, и под рукой их военной силы 307500, выступавших в сражении с воинским мужеством, на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озии для всего войска, щиты, копии, шлемы, латы, луки и прячные камни, и сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибели его, и он сделал себя преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел фрам Господен, чтобы воскурить фимиа на алтаре кодильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кодить Господу. Это было священник, это дело священников сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кодильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священника, в доме Господнем, у алтаря кодильного. И взглянул на него Азария, перед священником, и все священники, и вот у него проказы начали его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он поспешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдаленном доме, и отлучен был от дома Господня. А Яфам, сын его начальствовал, над домом царским, и управлял народом земли. Дай сего место. Знаете, тот момент, когда Бог поразил Озию проказой, это не был моментом, когда Озия оставил Бога. Ключевым стихом здесь является шестнадцатый стих. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его, на погибели его, и он сделался преступником пред Господом. Когда Озия сделался силен? Не потому, что сила его стояла в том, что Бог поборал за него, не потому, что он все это обустроил, но в сердце своем Озия сказал, я достиг, я силен, моя рука сделала это, все, что я имею, это в моей власти, это все мое. И когда в сердце человека возникает такое понимание, я достиг. Это я хорошо пою, это я хорошо проповедую, это я хорошо руковожу, я хорошо управляю, это я все сделал хорошо. И таким образом, Озия положил в сердце своем пойти в храм Божий и сделать то, что не было в его власти, в небо его, ему предназначено. И Господь его поражает. Поражение пришло в ее жизнь раньше, но как факт, уже оно свершилось тогда в храме. Бог, наверное, в какой-то момент перестал отвечать Озии. Озия перестал чувствовать, что Бог хочет от него. И если мы будем искренни, то рассуждая об этом, наверное, каждый из нас может подумать и сказать, что наступают иногда в нашей жизни такие моменты, когда мы перестаем чувствовать голос Божий, голос Духа Святого в наше сердце, в нашу совесть. И это момент тот, когда нам нужно задуматься, правильно ли мы поступаем, не возгордилось ли наше сердце, живем ли мы по воле Божьей. И мы должны всегда стараться слышать голос Божий. Слышишь ты этот голос, когда ты склоняешься на молитву? Слышишь ли ты этот голос, когда приходишь на служение? Здесь какое-то слово говорится. Или ты уходишь с этого места, таким, как пришел, и ты, может быть, даже недоволен той проповедью, которая была. Ты, читая Слово Божье, ты не получаешь никакого откровения свое сердце, то знай, ты находишься на опасном пути. Придет в твою жизнь какое-то поражение. И в этот момент мы говорим о том, что Бог как бы оставляет тебя. И ты, Он не хочет, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы каждый был спасен. Но ты сам оставляешь его. И Бог как бы далеко от тебя. И уже приходит в твою жизнь некое поражение. Еще один очень похожий пример. Он записан в 13 главе первой книги Царств. Вы его хорошо знаете. Я не буду читать всю эту главу, но отчасти коснусь. Это история о Сауле. Вы помните, когда предстояло сражение, и когда пророк Самуил сказал, дождись меня. Дождись, и я приду. Но Саул ждал. Какое-то время он ожидал, и воины начали разбегаться от него. Люди начали уходить от него. И Саул не дождался. Саул сам принес это жертвоприношение, то, которое он не должен был делать. Это очень похожая история, как Исозий. Он сам сделал это. Почему? Потому что он засомневался в Боге, засомневался в Самуиле. Он сказал, я сам могу. Я сам могу все это сделать. Моя рука может все это сделать. И чтобы люди не убежали, чтобы люди увидели во мне что-то, что там, то, что я могу сделать. Он начал это делать. Очень часто в нашей жизни мы идем на некие компромиссы. Как и в этой ситуации поступил Саул. Он пошел на компромисс, чтобы люди не подумали как-то плохо о нем. Знаете, иногда, когда верующий человек или тот человек, который только пока находится в обществе каких-то знакомых, своих друзей, и где-то, может быть, какое-то застолье или там рюмки какие-то, да, выпивка какая-то есть, то иногда, чтобы только не сказали, только не подумали, мы позволяем себе идти на компромисс. И только не в этом, не только не в этой вещи. Иногда в своей жизни мы идем на компромисс очень часто. В каких-то словах, в каком-то разговоре, в общении, только для того, чтобы не подумали как-то неправильно о нас. Мы идем на компромисс. Как и Саул пошел на компромисс. И этот компромисс идет по гибели нам. И мы знаем, что дальше произошло. Приходит Самуил, говорит, что ты сделал? Ныне бы Господь упрощил царство твое, но только потому, что ты пошел на этот компромисс, поступил не по воле Божией. Господь забирает от тебя твое царство. И мы сами знаем дальше эту историю. И возвращаясь к пророку Исаии, в 64 главе, читая этот седьмой стих и шестой, еще чуть выше шестого стиха, «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, вносят нас. Нет призывающего имя Твое, которое положил бы крепко держаться за Тебя, потому что Ты, и потому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». В шестом стихе в конце написано, «Беззаконие наши, как ветер уносит нас». Почему это происходит? Сначала небольшой компромисс, и потом снова компромисс, и затем снова компромисс, и мы уже не слышим, что Бог говорит в наше сердце. Компромисс за компромиссом, шаг за шагом, мы постепенно начинаем удаляться от Бога. Беззакония наши, как ветер, уносят нас. Они уносят нас от Бога. Они уносят нас от Его откровений. Шаг за шагом, постепенно человек не может чувствовать и слышать голос Божий, и не полагает в своем сердце крепко держаться за Него. 66 глава, 2 стих. Это уже пророка Исаия, 66 глава, 2 стих. «Ибо все это садила рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Когда мы размышляем о Сауле и об Аозии, то мы с вами видим, что сокрушение какого-то, да, и смирение не было в их сердце. Но Бог говорит, вот на кого я презрю, на того, кто сокрушен и смирен духом. То, кто не гордится, у кого есть сокрушение и смирение. И дальше, что меня очень сильно поразило, это того человека, который трепещет перед словом моим. Я презрю на того, кто сокрушен и смирен, и на того, кто трепещет перед словом моим. Знаете, мы сейчас имеем ни один экземпляр этой чудесной книги, ни один перевод этой чудесной книги. Но как мы относимся к этой книге? Мы, может быть, относимся к этой книге как к одному из переводов, но трепещем ли мы перед тем, когда мы открываем эту книгу? Насколько это слово, оно проникает в нас? Насколько это слово живо и действенно, когда мы читаем стих за стихом? Насколько оно говорит в наше сердце? Если мы вникаем в это слово, если оно говорит в наше сердце, тогда Бог говорит, на тебя я презрю. Невозможно что-то одно иметь. Ты не можешь быть смиренным и сокрушенным, когда ты не вникаешь в это слово. И если ты вникаешь в это слово, то смирение и сокрушение приходят тебе, потому что Бог говорит в твое сердце. Тогда ты полагаешь в своем сердце крепко за него держаться. И возвращаясь к этой истории книги царств, я хочу немножко дальше поразмышлять. Очень интересно, слово Божие говорит о себе самом, о слове. Мы с вами видим, когда писали послания апостолы, мы с вами видим, что они очень часто сравнили слово Божие с оружием, с мечом. Слово Божие живо и действенно, да, острее всякого меча обоюдоострого, который проникает внутрь до разделения души и духа. Судит намерения, помышления человеческие. Мы с вами видим в Ефесянном послании, когда апостол Павел пишет, он говорит, что об этом всеоружии Божьем, и он говорит о мече, как о слове Божьем. Не может человек Божий находиться, иметь на себе броню, да, шлем, иметь в себе все это все оружие и не иметь меча, не иметь Слова Божие. Это не всеоружие Божие, это не воин Божий, но всеоружие Божие подразумевает всеоружие Божие. Оно должно быть у тебя в полноте. Если чего-то не хватает, то все остальное тщетно. Ты можешь обороняться, но поразить врага ты можешь только оружием, которое у тебя есть. И Слово Божие, оно сравнивается с мечом. И вот хочу прочесть дальше. Это первая книга Царств, 13 глава, 17 стиха и ниже. «И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге Корфе в округ Сауль, другой отряд направился по дороге Вифронской, а третий направился по дороге к границе долины Циваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле Израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки, когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вилл, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Энафаном, а только нашлись они у Саула и Энафана сына его. Очень интересный прообраз здесь заложен. Он говорит о том, что филистимляне не хотели, чтобы у народа Божьего были мечи и были копья. Они не хотели, чтобы у народа Божьего было какое-то оружие, но они всегда готовы были поправить те орудия, которым они трудились. Сошники, да, здесь написано, заступы, топоры, все, что было, то, чтобы они могли трудиться, они всегда готовы были им поправить. Знаете, лукавый дьявол, он не хочет, чтобы у тебя было оружие Божие, он не хочет, чтобы у тебя был меч или копье, но он всегда готов тебе поправить заступы исчербины, он готов заточить всегда твою квартиру, чтобы она была идеальна, он готов всегда заточить твою машину, чтобы она была лучше, чем у брата или сестры, он готов заточить всегда все, что в твоей жизни только позволяет тебе работать, работать, зарабатывать, только чтобы ты трудился, но только чтобы ты не приносил ущерба ему. Поэтому он готов это делать, он готов помогать тебе, он готов точить, чтобы у тебя всегда было все в порядке, но чтобы у тебя только не было оружия, потому что этим оружием ты можешь поразить дьявола, ты можешь поразить лукавого, ты можешь одержать победу в той или иной ситуации, в жизни другого человека или в своей жизни, когда у тебя это будет оружие, как слово Божие, но дьявол этого не хочет. И дальше читаем мы с вами с 23 стиха и ниже. И вышел передовой отряд филистинский к переправе Мехмаской. В один день сказал Инофан, сын Саула, в слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистинскому, что на той стороне, а отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек. Очень интересно, с ним было всего лишь около 600 человек. Когда мы читаем 13 главу, то мы с вами находим в первых стихах, можете дома перечесть это, мы с вами находим в первых стихах о том, что у Саула было 3000 человек. 2000 находилось с ним, и 1000 находилось с Инофаном. Но сейчас, когда мы читаем, то всего лишь 600 человек осталось с Саулом. Где-то остальные все разбежались. Если бы Саул дождался тогда пророка, я не знаю, что произошло бы. Но это, о чем сегодня договорилось, о том, чем сегодня читалось в этом стихе, это доверие Божие. На кого ты сегодня уповаешь? Кому ты сегодня доверяешься? Поправит ли он твой поступок? Если ты будешь желать держаться за Господа, если ты будешь желать выполнять Его волю, даже если у тебя всего лишь 3000 человек. Когда мы читаем Саула о филистимлян, сколько у них было, я поражаюсь, как вообще Саул решился идти на это сражение. Он надеялся на Господа, но он почему-то перестал ему доверять. Если мы читаем о филистимлянах, это 13 глава, 5 стих. «И собрались филистимляне на войну против Израиля 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конниц, и народа множество, как песок на берегу моря». То есть вообще не считали народа. То есть 30 тысяч колесниц – это много. Это больше, чем у Израиля. Это несравнимо больше. Но сегодня с Саулом остается всего лишь 600. Саул перестал доверять Богу. И дальше читаем с 3 стиха. «И Ах, сын Ахютова, брат Иеведава, сын Фанеса, сына Ильи, священник Господа Вселомы, носивший Ифот народ же, не знал, что Иенофан пошел. Между переходами, по которым Иенофан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Бицец, имя другой – Сене. Одна скала выдавалась с севера к Мехмасу, другая – к югу к Гиве. «И сказал Иенофан слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Иенофан в свете Саула, он совершенно в другом образе предстает перед нами. Иенофан доверяет Богу, он говорит, вот эта ситуация, давай, оруженосец, давай перейдем через эти скалы, перейдем туда, к филистимлянам, может быть, Бог спасет Израиля. И он может это сделать через многих, и нет, нет, через многих. И что дальше, интересно, отвечает оруженосец. И отвечал оруженосец, делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобой, куда тебе угодно. А оруженосец Иенофана, видя веру его, видя его доверие, он не сказал, я не пойду. Ты что, Иенофан, ты о чем думаешь? Сколько их там, ты посмотри. Там два отряда только вышли, три отряда вышли на пустошение земли, а все остальные стоят, чего-то ожидают. Шесть тысяч одних и три тысячи других, и людей не пересчитать. Там бесполезно куда-то идти. Но он, видя веру Иенофана, говорит, иди. Иди, то, что есть на сердце у тебя, делай, и я с тобою, куда тебе угодно. Если в твоем сердце есть живая вера, есть доверие Божие, то когда человек соприкасается с тобой, когда ты ему говоришь о чем-то, он говорит, только потому, что я вижу веру в тебе, я готов идти туда, куда ты идешь. Я неоднократно говорил о том, что вера в одном человеке, даже этот огонь, он распространяется и зажигает новые сердца, когда есть в твоем сердце вера. И церковь, она призвана только для того, чтобы сохранить эту веру, для того, чтобы передать эту веру. И люди, видя веру друг в друге, они укрепляются, они говорят, жив Господь. И это не просто слова. И это не просто слова, которые мы привыкли говорить. Мы можем задать вопрос другому человеку конкретно. Ты уверен, что он жив? Почему ты так говоришь? Скажи, подтверди это. Почему ты говоришь, что жив Господь? Или это просто слова? Или он на самом деле жив для тебя? И когда ты видишь, что отвечает человек, ты понимаешь, жив Господь в жизни этого человека. И ты тоже укрепляешься этой верой. И сказал Инофан, вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам, остановитесь, пока мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас. Инофан был готов к стечению двух обстоятельств. Он готов был к тому, что они поднимутся, и филистимляне скажут, стойте, мы к вам спустимся. И тогда Инофан говорит, все, тогда нет смысла дальше что-то делать. Но, говорит, если они скажут, поднимитесь к нам, то мы зайдем, потому что Господь предал их в руки наши. Он положил в своем сердце это понимание. Если они скажут так, то значит, в этом есть воля Божья, и рука Божья будет с нами. Но если они даже скажут по-другому, мы все равно пойдем. Пусть даже не так произойдет, но мы все равно пойдем. В сердце этого человека была вера и доверие Богу. И он был готов к двуме стечения обстоятельств. Иногда в нашей жизни, когда мы доверяем свою жизнь Богу, доверяем какую-то ситуацию Богу, мы готовы были быть к тому, что будет два ответа. Либо это будет положительный ответ, либо это будет отрицательный ответ. Либо эта ситуация разрешится, либо она дальше пройдет таким образом. Либо Бог ответит на эту нужду, либо не ответит Бог на эту нужду. Либо Инофан останется жив со своим оруженством, либо он умрет. Но если он готов умереть, то и готов умереть. Почему? Потому что он доверяет Богу в этой ситуации. Это вера. Это живая вера. Когда они стали на виду у отряда филистинского, то филистинляне сказали, вот евреи выходят из ущелья, в которых попрятались они. И закричали люди, составлявшие отрядки, Инофану и Иржуносцу его, говоря, «Зайдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Инофан сказал Иржуносцу своему, «Следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал сходить Инофан, цепляясь руками и ногами. И Иржуносец его за ним, и падали филистинляне перед Инофаном, а Иржуносец добивал их за ним. И пало от этого первое поражение, нанесенное Инофаном и Иржуносцем, его около двадцати человек на половине поля, обрабатывая парой валов. И произошел ужас встания на поле, и во всем народе. А передовые отряды, и опустошавшие землю, пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и ужас, и был ужас великий от Господа. И увидели стражу Саула в Гививине, именно то, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. Послушайте, всего двадцать человек. Это разве много? По сравнению с той шести тысяч? Да, двое против двадцати, конечно, много. Но это не столько много людей. Они не поразили даже половину войска филистимского. Но произошло смятение. Они начали суетиться, они начали поражать друг друга. И Саул, и слуги Саула, они увидели, что происходит какое-то смятение там. И дальше читая, видим о том, что Саулу только пришлось догонять филистимлян, поражать их при погоне за ними и потом дальше грабить. То есть здесь конкретно победителем в этой ситуации был его сын Иоаннафан, но никак не Саул. Двадцать человек всего лишь. Это немного. Но в этой ситуации Бог поборал. Бог вышел навстречу Иоаннафану. И всего лишь было два человека, у которых было оружие, у которых был меч. Это Иоаннафан и Саул. У всего народа израильского его не было. И два человека, которые могли воспользоваться этим оружием. О чем я хочу сказать? Один человек только воспользовался. А один человек только сказал, пойдем, и если Бог придаст их руки, то мы сделаем, что можем сделать. А второй человек остался в стане. Вот это слово, которое всегда есть у нас. Оно может остаться просто стоять у нас на полке. Оно может остаться просто мертвым этим мечом, который будет находиться где-то в ножнах, где-то на полке лежать. Но если у нас и в нашем сердце есть живое доверие Богу, живому Богу, тогда это слово будет живо и действенно в нашей ситуации. Будет живо и действенно для других людей. Мы не знаем исход той или иной ситуации. Мы не знаем, что произойдет. Но мы доверяем Ему. И это наполняет нас. Это обновляет нас. И это дает нам новые и новые силы. И снова возвращаясь к пророку Исаии. 64 глава. Седьмой, восьмой стихи. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но дальше Исаия говорит, но ныне, но сегодня, Господи, Ты Отец наш, мы глина, Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. То есть Исаия говорит, Господь, мы на самом деле ничто. Мы на самом деле это глина. Мы на самом деле желаем просто обратиться в руки Твои, как искусственного гончара, который взял бы эту глину и сделал так, как ему угодно. Не так, как нам угодно. Не так, как мы хотим. Не мы будем ходить в этот храм и приносить это кождение. Не мы будем, как этот Саул, приходить и приносить жертвоприношение, то, что нам не нужно делать. Не мы будем смотреть направо или налево куда-то. Как тот брат поступает или как этот брат поступает. Но мы хотим быть глиной в Твоих руках. Мы хотим, чтобы Ты сам брал. И Ты сам нечто делал с нами. И хотим поступать по воле Твоей. И Иисус Христос пришел на эту землю не для того, чтобы отчасти изменить каждого из нас. Не для того, чтобы отчасти только мы приняли Его свое время, свою жизнь, а дальше потом поступали и жили по своей воле. Но Он пришел совершенно для другого. Иван Глеб Марко, 8 глава. 23-25 стихи. Он, взявши слепого за руку, вывел его вон из селения. И, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. Аминь. Господь не хочет наполовину, чтобы ты только пришел и начал видеть, как бы вот эти деревья, проходящие мимо. Но Он хочет, чтобы ты видел все ясно. Он хочет, чтобы ты различал все ясно. В чем есть воля Божия для твоей жизни? Поступал ясно. И он не хочет, чтобы кто-то пришел сегодня в церковь. Просто покаялся, но дальше ничего не делал. Просто покаялся, но дальше никаких шагов не делал и понимал, что будет как будет. Поэтому мы с вами видим то, что видим. Вроде многие люди каются. Вроде многие принимают Христа. Некоторые принимают водное крещение. Кто-то не принимает. Дальше не хотят. Они видят, как бы вот эти деревья, которые перед глазами. И этого стало достаточно для них. Как вот этот блудный сын, да, который рожками вроде как бы что-то есть и хватит. Но хочет ли Бог этого? Он хочет, чтобы мы видели ясно. Он хочет, чтобы мы были теми людьми, которые могли довериться Ему. Чтобы могли ухватиться и не отпускать. И чтобы эти беззакония не уносили нас, как ветер. Уносить листу куда-то дальше и дальше. Но чтобы мы приходили все ближе и ближе к нашему Господу и Спасителю. Поэтому я хочу, чтобы мы, ставшие на наши ноги, помолились друг за друга. Помолились за церковь. На самом деле в церкви есть много людей. Много людей, которые просто мучаются вот в этих беззакониях. Вроде как бы они приняли Христа. Вроде как бы соприкоснулись с ним. Но до конца они не могут оставить те привычки, которые есть. До конца довериться они не могут. Будем молиться друг за друга. Будем молиться.